Здравствуйте, меня зовут Константин Иванов. Сегодня у нас встреча с Майклом. Он специально прилетел из Дубая, чтобы представить русским клиентам специальное предложение, которое он считает на данный момент лучшим. Это предложение компании Park First о специальной зоне в аэропорту Глазго. Майкл, перед тем, как вы изложите суть вашего специального предложения, могли бы вы рассказать о себе? Кто вы? Какую компанию представляете? И почему прибыли в Москву в сентябре, осенью? Конечно, нет проблем. Всем здравствуйте. Меня зовут Майкл Лэнтон. Я возглавляю направление международного развития бизнеса в Group First. Group First – британская компания-застройщик. Мы работаем уже 25 лет и строим активы любого класса. Жилая недвижимость, складские помещения, офисы и стоянки. Мы здесь, чтобы запустить весьма впечатляющий проект инвестиций, как в складские помещения, так и в корпоративную парковку и парковку аэропорта. Я знаю, что вы специализировались на парковках в центре города, а сейчас запускаете проект парковки в аэропорту. Могли бы вы рассказать, почему компания выбрала именно это место и что вы предлагаете конечному потребителю и инвестору? Говоря откровенно, это многообещающий проект для нас. Мы хорошо известны корпоративными парковками в центре города. У нас их было несколько. Недавно мы продали три, и все за один месяц. Так что они очень и очень популярны у инвесторов. У нас есть площадки вблизи от аэропортов Глазго. Непосредственно к нашим площадкам примыкает существующая парковка для длительной стоянки аэропорта. Естественно, и мы, и наши инвесторы могут рассматривать как очень хорошее бизнес-предложение создание там парковки для аэропорта. Площадка, которой мы владеем в Глазго, по моему мнению, бесспорно лучший и наименее рискованный инвестиционный проект, который мы сегодня предлагаем. Можете ли вы просто объяснить, что это за стоянка, как она используется, как люди, компании, управляющие компании зарабатывают? Несколько слов о самом аэропорте. Несколько слов о самом аэропорте. Как и во всех аэропортах, места для краткосрочной стоянки расположены на территории аэропорта. А путешественникам, которые хотят припарковать машину в надежном месте и отправиться в отпуск, придется проехать чуть дальше, на парковке для среднесрочной и долгосрочной стоянки. Вот что мы предлагаем. У нас наилучшим образом расположены 300 парковочных мест, обслуживающие все аэропорты в Глазго. Это прекрасная возможность. Наша роль. Мы оформляем инвестиции, как и во всех других случаях, когда мы отдельно продаем право на пожизненное владение землей в форме аренды сроком на 175 лет. Оно автоматически продлевается. И еще инвестор будет владеть одним парковочным местом. На этом основании земельный кадастр Великобритании выдаст ему право собственности. Это облегчает взаимоотношения с властями, и инвестор будет получать доход от своего актива в следующие 175 или 350 лет. То есть он сам и его наследники. Доход могут получать его дети. Сколько инвестор получит за первые 9-10 лет? Цена каждого парковочного места 25 тысяч фунтов. По-моему, это довольно приемлемая цена. Взаимный зачет требований очень прост. Это сделка по продаже с одновременной арендой, в соответствии с которой наша управляющая компания, заведующая площадками, возьмет у инвестора объект в управление на 9 лет с гарантией доходности соответствующего уровня. В первые 3 года доходность 8% поступающих в любой банк, где у инвестора открыт счет. На следующие 3 года мы прогнозируем доходность в 10% и 12% в оставшиеся 3 года. Так что это весьма и весьма привлекательное вложение денег. Я полагаю, в российском банке человек может найти за первые 3 года втрое меньше, чем ваш прогноз. В сравнении с банком при вкладе в долларах США или если рассматривать фунты, это даже очень хорошо. Я полагаю, что все наши продукты принесут значительную выгоду, так как стартовый взнос настолько мал, и это вложение очень эффективно с точки зрения налогообложения. В Великобритании вам вообще не придется платить налоги. Следует также учитывать потенциальные денежные льготы инвесторов в Великобритании. Инвесторы могут быть разные. После того, как вы известили о запуске этого проекта, мне приходили вопросы. Из США, из Нью-Йорка, из Израиля. Мы продали один паркинг в Москве на данный момент. Многие люди спрашивают, интересуются, особенно после семинара, который вы вчера провели у нас. Каков механизм? Как можно все это сделать? Как проще сделать инвестиции в Шотландии? Я был в Лондоне, но никогда не бывал в Шотландии. Как люди, скажем, из небольшого городка в Сибири могут сделать такое вложение? Насколько все прозрачно? У нас люди внимательно относятся к переводам и подписанию бумаг. Во-первых, нужно сказать, что одна из специализаций Group First — избавить инвестора от проблем, сделать инвестирование настолько простым, насколько возможно. Процесс покупки в Park First, как и в Store First, происходит от 4 до 6 недель. Клиент заполняет форму предварительного заказа. С помощью своего представителя отсылает ее в главный офис. Мы резервируем парковочное место и отправляем укомплектованный контракт на подпись. Нужно перечислить деньги Group First. После того, как это произойдет, отчисления за первый год поступят на банковский счет клиента и начнется субаренда. Очень простой процесс. Как я понял, у инвестора есть все документы, контракт, контракт на покупку, правоустанавливающие документы, и он просто официально перечисляет деньги за покупку и получает свою ренту. Все наши контракты составляются авторитетным английским адвокатом, и все контракты соответствуют законам Великобритании об аренде и землевладельце. Это одни из наиболее устоявшихся законов о собственности в мире. Инвестору не понадобится ехать в Шотландию? В этом абсолютно нет необходимости. Он может найти фотографию, презентацию и увидеть, что покупает. Именно так. Мы все цело ратуем за то, чтобы инвестор зашел в программу Google Earth, он увидит там и площадку, и существующую парковку по соседству. А что вы скажете о самом предложении? Сколько еще машин и места осталось? Это ведь и граничное предложение, и через месяц оно уже не будет в силе. Нет, это нормально. Как я говорил ранее, мы обычно концентрируемся на корпоративных парковках в центре города. Ведь под них легче получить площадку. Парковку аэропорта найти очень сложно. Вы имеете в виду земельный участок? Да, саму земельную площадку. Эта площадка единственная, которая у нас есть. И в обозримом будущем я не ожидаю, что Group First займется еще какой-то площадкой возле аэропорта. У нас было 300 машин и мест. Мы очень неспешно запустили проект и уже продали 240 мест. Так что да, это предложение ограниченное. Оно ограниченное и потому такое привлекательное, как инвестиция. Но еще остались 60 мест. Вы можете дать людям возможность решить, хороша ли идея для них, и найти небольшую сумму. Всего 25. В российских рублях это 1 миллион 300 тысяч. Вы не сможете купить на эту квартиру в России. Это очень сложно. Но от инвестиций доход будет с первого дня, верно? Абсолютно точно. С первого дня. Это большая редкость. И весь год потом. Весь первый год будет идти прибыль. Но я должен пояснить, что уже проданные 240 мест разобрали примерно за 3 недели. И хотя еще остались 60, и они скоро уйдут. Это очень хорошее вложение денег. Очень хорошее. Спасибо большое за интервью. Если вам понадобится больше информации, вы найдете ее под этим видео. Вам решать. Групп First есть много других предложений, очень хороших предложений, кроме того, о котором вы уже услышали. Спасибо вам большое за это интервью. Не за что. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok